Возможности современной косметологии сегодня безграничны. При желании можно вернуть 5-10 лет за 5 минут. Были бы деньги. Уколы красоты в этом году стали лидером мирового рейтинга популярных нехирургических методов омоложения. Причем чаще омолодиться хотят и 18-летние. С чем это связано? И так ли это безопасно? Жительнице Самары Ани Карамысловой 20 лет. Девушка говорит своей внешностью довольна, да и до первых морщин еще далеко. Вот только губы всегда хотелось чуть полнее. Я увеличиваю себе губы. Результатом я более чем довольна. И очень приятно, что есть такие люди, такие специалисты, что медицина сейчас может помочь абсолютно любому человеку. Ежегодный прирост новых клиентов инъекционной косметологии в России составляет 10%. По подсчетам аналитиков, более 2 миллионов россиян, в том числе и мужчин, регулярно прибегают к инъекционной медицине. И далеко не для всех это борьба с возрастными изменениями. Многие меняют форму или размер, особенно когда речь идет о юных клиентах. Конкурентность тоже влияет. Молодежь, многие девушки хотят выглядеть лучше, хотят выглядеть интересно и, естественно, они идут к нам за помощью. Да, есть такие люди, есть такие пациенты, которые хотят что-то либо гипербольшое, либо вызывающее даже, можно так сказать. Решаясь на процедуру, говорят врачи, следует понимать, что это медицинское вмешательство в организм и есть риски. Результат может быть совсем не тот, на который рассчитывает клиент, не говоря уже о возможной аллергии. Конечно, есть осложнения, бывают какие-то побочные действия тех или иных вмешательств. К сожалению, когда говорим мы про инъекционные технологии, зачастую этим занимаются не только не медики, но и как бы те медики, которые не являются непосредственными косметологами, врачами, дерматовенерологами, которые прошли 6 лет обучения в институте, два года ординатуры и еще очень-очень много обучения разного рода другого. Впрочем, не всегда и доктор, имеющий необходимые корочки, говорит стоп тогда, когда действительно нужно. Клиент платит, а значит всегда прав. Прежде всего, косметологи думают о прибыли. Что касается психологов, то они говорят, главное в стремлении молодых девушек сделать себя еще моложе и краше возможность вовремя остановиться. Со временем исчезает чувство насыщения. Не борщу ли я, если возник уже такой вопрос в голове, это уже звоночек, это раз. Два, тело реагирует. Когда, например, мы идем, например, к косметологу, на какую-то серьезную процедуру, а внутри все сжалось, что-то все валится, что-то не хочется, вроде погода плохая, ищем какие-то внутренние отговорки. То есть подсознание чувствует, что не надо. Ну и, конечно, здорово спрашивать, какие противопоказания есть, какие последствия бывают. И не только у этого косметолога, но и у врачей, которые вообще не связаны и не заинтересованы в этих процедурах. Красота должна быть естественной, утверждают сторонники здорового образа жизни. Правда, для этого придется приложить усилия. Мышцы лица не обвиснут, если заставить их работать, а многие морщины появятся гораздо позже. Не менее модные, нежели ботокс, сейчас направление фейс-фитнес. Регулярные тренировки позволят держать мышцы лица в тонусе. Инъекции требуют неоднократного введения. Одной инъекции хватает на полгода в первый раз. Потом время сокращается, так как организм привыкает, как тараканы привыкают к траве, которая их травит, и они уже на нее не реагируют. То же самое организм, он иммунную систему включает и уже хорошо обрабатывает этот препарат. И его хватает буквально на 2-3 месяца. А это такие деньги. И мало того, это приводит к тому, что мышца, которая получает химический препарат, она начинает атрофироваться. Время перекачанных губ, застывших лбов и пышных бюстов, уверены в Международном сообществе эстетических хирургов, однозначно ушло. 2020-й стал переломным для этой индустрии. Сейчас клиенты сдержаны в своих желаниях и просят косметологов делать процедуры так, чтобы вмешательство не было заметно посторонним. В моде натуральность. Кульфия Сафина, Сергей Баскин, Григорий Плешаков. События.